Интересная выставка открылась в московском зоопарке. 140 лет Корнею Чуковскому, знаменитому поэту, который писал замечательные стихи для детей. Крокодил, посмотрите издательство «Малыш». Орлу, пастилу, бегемотику, книжке, буйволу, удочку, страусу, дудочку, слонихе конфет, а слону пистолет. Вот, видите, интересно. Здесь на Красной Пресне много стендов, и как раз можно прочитать. Корней Чуковский, «Краденное солнце» «И встал медведь, зарычал медведь, и к большой реке побежал медведь». Видите? Вот. И кто не знает, что самые задушевные игрушки для малых детей, это именно мишки. В общем, «Краденное солнце». Помните, крокодил украл солнце? А здесь импозантные дамы в виде рыбок беседуют. И тут же обыкновенная лиса встретится вам на экспозиции фауны России, на старой территории. Видите? Как раз можно пойти и вживую посмотреть лисичек. А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли, море пламенем горит. Выбежал из моря кит. «Эй, пожарный, бегите, помогите, помогите!» Еще интересный стенд Корней Чуковский. «Кота Уси и Мауси». «Подбежала кота Уси к Мауси и замахала хвоста Уси. Ах, Мауси, 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 подойди ко мне, милая Мауси. Я спою тебе песенку Мауси, чудесную песенку Мауси». Ну вот, видите? Интересные такие стихи. Ну и, конечно, как же без тараканища? Вот. Страшный тараканища. Волки на кобыле, львы в автомобиле. Зайчики в трамвайчике, жаба на метле. Едут и смеются, пряники жуют. Тоже интересный стенд. Вот, кстати, вот лев, видите? И тут же написано в московском зоопарке можно увидеть индийского льва на острове зверей на новой территории. А вот и страус. Ну и крокодил Гена. Помните знаменитые строчки? «У меня зазвонил телефон, кто говорит, слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. И много ли прислать до пудов эдак пять или шесть? Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. Ого. Такой маленький. Интересно, да, вот, азиатского слона в московском зоопарке можно увидеть павильоне слоны на старой территории. Акула Бармалей. Вон акула-каракула распахнула злую пасть. Вы, как акуле-каракуле, не хотите ли попасть прямо в пасть? Коричнево-полосатую бамбуковую акулу можно увидеть в павильоне экзотариум на острове зверей. Видите, в московском зоопарке есть даже акулы. Да, насчет тараканища стихотворения забыли прочитать. Но однажды поутру прискакала кенгуру. Увидала усача, закричала сгоряча. Разве это великан? Ха-ха-ха. Это просто таракан. Ха-ха-ха. Кенгуру Бенетта можно увидеть на новой территории у переходного моста. Вот кенгуру. Символ Австралии. Итак, идем к следующему стенду. Видите, очень много стендов. Они по кругу располагаются. В московском зоопарке. И вот следующий стенд, посвященный жирафу. Южноафриканского жирафа можно увидеть в павильоне животной Африки. Вот видите, такой смешной жираф. Художник Владимир Сутеев. А жираф, хоть и граф, сгромоздился на шкаф. И оттуда на верблюда вся посыпалась посуда. Вот такие интересные снимки Сутеева. Здесь тоже снимки Сутеева Владимира. И вот Айболит. Тоже знаменитый персонаж. О, если я не дойду, если в пути пропаду, что станется с ними, с больными, с моими зверями лесными. И сейчас же с высокой скалы к Айболиту слетели орлы. Садись, Айболит, верхом. Мы живо тебя довезем. И сел на орла Айболит. И одно только слово твердит. Лимпопо, лимпопо, лимпопо. Вот Айболит летит на орле. Кстати, степного орла можно увидеть в экспозиции скала хищных птиц на старой территории в Московском зоопарке. Интересная тоже история путаница Корнея Чуковского. А за ними и утята. Не желаем больше крякать. Мы хотим, как лягушата, квакать. Свинки замяукали. Мяу-мяу. Кошечки захрюкали. Хрю-хрю-хрю. Уточки захвакали. Ква-ква-ква. Курочки закрякали. Кря-кря-кря. Воробушек прискакал. И коровы замычал. Му-у-у. Вот смешно, да? Посмотрите. Какая интересная история. Кстати, обыкновенного агаря. Эта уточка можно увидеть в Большом пруду Московского зоопарка. Телефон. Владимир все тот же. Художник все тот же Владимир Сутеев. Вот свинка звонит. Обезьянке. Итак, стихи. А потом позвонили мартышки. Пришлите, пожалуйста, книжки. Друзья, обратите внимание на QR-коды. Отсканировав код, вы попадете на сайт. В общем, где можно услышать произведения, представленные на этой выставке. В исполнении автора. Но это не в исполнении меня, а в исполнении автора. Мартышку, кстати. Мартышку Диану можно увидеть в павильоне приматы на новой территории. Стенд тоже посвящен Айболиту, доктору. Тигры, тигры, помогите мне лечить обезьян. Отвечали полосатый тигр. Уходи, покуда цел. Вот так тяжело было Айболиту лечить животных. Кстати, в московском зоопарке Амурского тигра можно увидеть на острове зверей на новой территории. Итак, следующий стенд. Крокодил. Ах, как весело, как весело. Шакал на гитаре плясовую заиграл. Даже бабочки уперлись в бока. С комарами заплясали трепака. Пляшут чижики и зайчики в лесах. Пляшут раки, пляшут окуни в морях. Пляшут в поле червячки и паучки. Пляшут божжи коровки и жучки. Вот такая веселая история. Все пустились в пляс. Кто не пляшет, тот не читает Корнеева Ивановича Чуковского. Столь сорок лет. Выставка в московском зоопарке. Кстати, шакала можно увидеть на экспозиции от острова зверей на новой территории. На Красной Пресне. Ну и в завершении слово директору московского зоопарка Светлане Акуловой. Вот стенд как раз. Дорогие друзья, представляем вашему вниманию выставку, посвященную 140-летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, поэта, публицист, переводчика, литературоведа, автора множества книг для детей и взрослых. Сказки Чуковского читают нам вслух с детства. Каждый раз, встречаясь с героями его произведений, мы невольно вспоминаем детство. Хочется улыбаться и создавать больше добра. Золотые слова Светлана Акулова. Вот так. Генеральный директор московского зоопарка. Так что приходите на Красную Пресню. Смотрите. Всякие экспозиции интересные. Вот Корней Иванович Чуковский. Кстати, дом музея Чуковского в переделке не можно посетить. Об этом тоже рассказывается на выставке. До свидания. Всем привет.